Здравствуйте, меня зовут Микрико Виталий, я врач-хирург, косметолог, кандидат в медицинских наук. И в этом видео я хотел бы вам рассказать, что же это такое 1 наносекунда. На самом деле это такой вопрос, который недопонимают очень многие, потому что номинально говорят наносекунды, наносекунды диапазон, 3-5 наносекунд и так далее, но по факту представить, сколько это, какое это значение, насколько оно большое или маленькое, на самом деле трудно. И откуда возник этот вопрос? Он возник из описаний в целом лазеров для удаления татуировки. То есть лазеры для удаления татуировки считаются наносекундными. Это означает, что их длительность вспышки составляет как раз вот эту самую наносекунду. Ну в России, грубо говоря, все, что меньше, чем раскручивается, все, что меньше, чем ключом на 32 считается нанотехнологиями. Поэтому давайте разберемся, что такое наносекунда. Итак, пишется 1, если мы разбираем 1 наносекунду, то это единица умноженная на 10 в минус 9 степени секунды. Ну на самом деле не очень впечатляет в целом представить, ну просто набор цифр как бы и как-то не очень сильно. Поэтому я вот, наверное, сейчас вас проведу по некоторым сравнениям, и тогда станет понятнее, что же такое 1 наносекунда. Итак, еще можно представить, как 1 миллиардная доля секунды. Ну тоже так. Ну миллиардные, миллиардные. Тоже масштаб не представляется. Поэтому давайте попробуем представить вот так. Это 1 секунда, деленная вот на вот это число. То есть вот с таким количеством нулей. Это уже чуть больше впечатляет, чем все предыдущие описания. Но в целом, чтобы было понимание и был просто масштаб сравнения сопоставимый с реальностью, я вам предлагаю представить такой вариант, что 1 наносекунда вдруг стала просто секундой, тогда 1 секунда превращается в промежуток времени, равный почти 32 годам. Представьте вот этот масштаб, да? То есть 1 секунда и 1 наносекунда соотносятся точно так же, как 32 года и 1 секунда. Вот в таком масштабе, я думаю, стало гораздо более понятно, насколько короткая это, короткий промежуток времени 1 наносекунда. Но это еще не все. Я думаю, что вам понравилось это сравнение. Есть уже пикосекундные лазеры. И пикосекундные лазеры – это длительность вспышки еще более короткая, чем наносекунда. Ну, если так совсем приблизиться к точным цифрам, то 1 пикосекунда – это тысячная доля 1 наносекунды. То есть это еще в тысячу раз короче. Соответственно, можем еще точно так же провести такую же аналогию сравнения пикосекунды с обычной секундой. Ну, вот пикосекунда – это 1 триллионная доля секунды. Или 1 секунда, деленная на вот это число, вот с этим количеством нулей. Или давайте попробуем еще точно так же сравнить. Если 1 пикосекунда станет 1 секундой, то тогда 1 секунда станет равной 32 тысячам лет. Вот такое соотношение между 1 пикосекундой и 1 секундой. 1 секунда – как 32 тысячи лет. Вот такое соотношение. Поэтому пикосекундные лазеры, конечно, критически отличаются от наносекунных, а наносекундные критически отличаются от миллисекунных. Поэтому вот эти маленькие буковки, такие как МС, это миллисекунды, это НС, это наносекунды и ПС, или пикосекунды, имеют колоссальнейшую разницу между собой. Поэтому обращать на них внимание, это принципиально важно, в следующих видео мы расскажем о том, на что это влияет, почему так важно иметь миллисекунды, наносекунды или пикосекунды. Забегу немножко вперед, промышленные лазеры есть уже фемтосекундные, а фемтосекундные это уже 10 в минус 12 степени секунды, это еще короче, чем пикосекунды. Поэтому сейчас на самом деле по факту у пикосекундных коммерческих моделей лазеров, которые сейчас есть на рынке, их можно назвать субнаносекундными. То есть это не чистые 1-2 пикосекунды, это примерно 500-750 пикосекунд. Если перевести, ну как-то их сравнить, попытаться с наносекундой, это чуть меньше просто, чем 1 наносекунда, это 0,75 или 0,5 наносекунд. Поэтому можно считать, что большинство коммерческих лазеров сейчас, которые называются пикосекундными, их можно назвать субнаносекундными. То есть это чуть-чуть меньше, чем длительность 1 наносекунду. Но тем не менее, это колоссальная разница в выдаваемой мощности и выдаваемых параметрах. Истинно пикосекундные лазеры, мы ожидаем, когда они появятся на рынке, это лазеры, способные работать в диапазоне 10-50, 10-100 пикосекунд. То есть это в том же диапазоне, в котором сейчас работают наносекундные. Поэтому я надеюсь, я вам не запутал ваши мысли, не запутал ваше представление о том, что такое наносекунды, пикосекунды и миллисекунды. Это очень важно понимать, потому что, когда вы смотрите описание техническим лазером, от этого зависит то, как действует лазер, на что он будет действовать. То есть это критически важная величина при подборе лазерного оборудования и в целом при работе. То есть нельзя делать все то же самое на миллисекундах, что делаете на наносекундах. И то же самое, что вы делаете на пикосекундах, делать на наносекундах также хорошо. Поэтому это все очень сильно влияет на конечный результат. Отлично. Поэтому, что могу сказать? Подписывайтесь на наш канал. Я надеюсь, вам понравилось наше видео, поэтому подпишитесь на наш канал. Нажмите на кнопочку подписаться вот здесь, прямо тут внизу. После того, как подписались, нажмите рядом на колокольчик. Это будет означать, что вы получите оповещение о наших новых видео, выходящих на нашем канале. И не пропустите наши новые эфиры и трансляции. Хора.